Привет! Сегодня хочу вам показать, что такое полный спектр услуг на вот этой березке. Береза совсем небольшая, высотой метров 6 примерно, диаметр ствола около 25 сантиметров. Проблема в том, что внизу растут цветы, и мы их сейчас выкопаем, а в конце посадим на место. Потому что мы будем выкапывать вот этот пень, и все вокруг окопаем. А убиваем мы ее, потому что ее поели уже короеды. И для всего этого нам понадобится вот столько оборудования, представляете? На какую-то маленькую березку такое количество. Ветки маленькие, бросать есть куда, поэтому я наверху работаю один. А в это время Яна уже дробит эти ветки на измельчители. Ветки маленьких холодная д Gra Patty. Да! Дерево спилили минут за 20. Тут ничего сложного, осталось теперь разобрать все это. Фишка в том, что нам нужно будет выдрать его с корнем. И сегодня я хочу вам показать, как работает полиспаст. То есть как мы с помощью веревок и роликов выдираем дерево с корнем. Дальше его нужно будет разделать на чурки, порубить на дрова и измельчить всю вот эту крону. Поехали дальше, смотрим. Что делаешь? Я не надо потерять! Мульчу мы раскладываем под другие деревья. Она будет гнить и давать им витамины. Привет! Также мульча хорошо удерживает влагу, поэтому деревья приходится меньше поливать. Так, попробую вам рассказать, как сделать полиспаст, чтобы вырвать дерево с корнем. Конец веревки крепим сюда. Здесь вяжем карабинный узел. То есть нам нужно встроить карабин в веревку. Надеюсь, все видно. 4 оборота. Излом 4 оборота. Опа! Идем в ту сторону. Локальная петля, карабин и ролик. Опа! Локальная петля! Петля, пловиux. Пойдем назад. Здесь мы вешаем блокирующее устройство. Вот этот карабин при полиспастах никогда не затягивайте полностью. Надо его немножко расслабить, иначе его может зажать, и потом будешь мучиться, чтобы открыть. Мы используем промальп, у него большой такой диск, что позволяет тоже двигаться веревке. Затем вешаем шант именно на веревку, которая идет к руке, так сказать, которая двигается. Вместо шанта можно использовать репшнур, скорее всего придется, потому что репшнур выдерживает веревку лучше, чем шант. Такая вот система. Здесь получается после натяжения он блокируется и уже не идет назад, веревка начинает натягиваться. Если будет слабо, то добавим сюда ролик и сюда еще один ролик. репшнур. Будем усиливать. Дрова мы увозим в дровницу. А теперь нам нужно копать корни. угадайте, кто из нас не любит копать, а кто любит? Никто не любит. Никто. Никто не любит. Что? Ничего. Копай. Можно ли пилить корни бензопилой? Со своей пилой вы можете делать все, что угодно, но я бы вам не советовал, потому что корни они грязные и земля и камешки очень быстро убивают цепь. Поэтому я предпочитаю работать топором. И всегда работайте в очках, потому что летит в глаза и попадает больно. Обрубили, попробуем тянуть туда. Поехали. Давай. Давай. И раз. И раз. И раз. Надо дальше рубить. Так вот, судя по вот этим трещинам, можете видеть, что дерево уже вылазит по чуть-чуть. Сейчас мы его расслабим. Вот оно дерево пошло назад. И будем тащить в противоположную сторону. Там снимаем полиспаст и переносим его в обратную сторону. Там корни тоже отрезаны. С той стороны тоже, видать, вниз уходят. Попробуем вот так разболтать. Так вот, наводим сейчас отсюда. Будем тянуть в эту сторону. Теперь тянем в другую сторону дерева. Вот оно наклоняется. такой. Не идёт дальше. Вот нашли ещё два корня. Вот этот большой. И вот этот. Который хорошо держит. Который хорошо держит так. И вот этот бок encourage следитаю, Ох, как трещит. Там поднималась земля, по-видимому, там еще один корень есть. О, хрустит. Переведи пока. Ну вот, ствол уже ложится. Нашел корень? Да нет. А вроде нашел что-то маленькое. Еще чуть-чуть, еще немного. Давай, ты тяни. Я думаю, ты его уже забьешь. Ну давай, ломай. Полиспаст перевели. Вот он уже ложится. Давай. 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 Поищем еще корешок. Поищем еще корешок. Вот, нашел что-то. Осторожно. Я сейчас его дорублю идти, и он на тебя упадет. Уверен. Да. Уверен. Уверен. Так. Один. Уверен. Давай, сейчас лучше. Уверен. 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 Спасибо Ну его лучше выдрать Вон там сбоку какой-то корень Он здесь вот прыгает на чем-то Уйди оттуда Ну вот Давай вместе навалимся Опа Тадан Теперь по-любому придется искать где его что-то держит Ну в общем вот таким образом дерево вырываем Вот здесь было дерево, теперь я на цветочки возвращаюсь на место Следующий этап у нас ветродуй Убираем территорию за собой Ну в общем вот так Дерево как будто и не было Было оно здесь Дерево убрали Корень вытащили Все пустили на дрова Мульчу разложили Под кусты Вот там под деревья И Все подмели Мы это называем сервис Обращайтесь Субтитры создавал DimaTorzok А에요